Вот уже третий год затерявшаяся в живописной горной местности Олимпийская база в Кисловодске встречает спортсменов шумом строительных механизмов. На базе продолжается реконструкция. Правильнее было бы сказать, ее отстраивают заново. Спортсмены стойко переносят неудобства, понимая, что все это делается для них. И уже многое сделано. Возведен современный многофункциональный тренировочный центр с просторным борцовским залом. Сдана в эксплуатацию семиэтажная комфортабельная гостиница на 250 мест. Строится еще одна. Приведены в порядок игровые площадки. Реконструируется футбольно-легкоатлетический стадион в стадии завершения пятиэтажной медицинского становительного центра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Под стать строителем, превращающим базу в сказку, ударно прудятся дагестанские вольники. Пошла третья, завершающая неделя их пребывания в Кисловодске. Два дня провели корреспонденты сайта вместе со сборной. Постараемся вкратце рассказать о трудовых буднях ребят, об их досуге и тренировочном процессе. Итак, утро для борцов начинается в 7.30 с традиционного построения, на котором дежурный тренер озвучивает план предстоящего дня. Это самая любимая часть дня, по-моему, с такими улыбками, с таким настроем. Продолжение следует... После пробежки до так называемого малого седла следует легкая утренняя разминка. Впрочем, легкой ее можно назвать весьма условно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры делал DimaTorzok 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 Сегодня здесь сборной команды Дагестана нету, потому что я болею за дагестанцев, болею, чтобы они побольше трое-четверо вошли в состав сборной олимпийской, в которой будет бороться Рио-де-Жанейро. Над этим мы не работаем. Вот возвращаясь к Белялу Махалу, он вроде бы окончательно определился, что будет бороться в вольной борьбе. Что скажете по этому поводу? Вы довольны? Ну, я, конечно, доволен, что он выбрал свой любимый вид спорта. Все-таки он знает, он трехкратный чемпион в этом стиле, он всех своих соперников знает. Но последний олимпийский цикл, последний год олимпийской игры, который он успевает, я думаю, он подумает, что не выиграть Олимпиаду, это значит все то, что он сделал, даром. Ну, я смотрю на него, но он еще, конечно, пик, не пик своей формы у него, но пик своей формы, я думаю, что он будет в следующей сборе. Я думаю, что основным соперником, конечно, у него будет Кушков Мурадин, который тоже неплохой парень, который в этом месте будет бороться. Ну, там еще появятся новые тяжелые вести, которые со всей региона рассеют. Я думаю, что Мурадину будет Мурадину и Бела Ломахова будет с кем бороться. Как бы он локу не оттягивал, оттягивал, видите, все равно он уйдет. Локу сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Включайте, запад правильно движетесь. Давайте, один за модуль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После ударно проведенной тренировки борцов ждет вкусный обед. Мини-экскурсию по столовой для нас провел старший тренер сборной Дагестана Арсенг Етинов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это наша новая столовая. Вот наш персонал встречает, улыбается постоянно. Здравствуйте. Здравствуйте. О, наш начальник команды тоже? Да, мы все вместе. Ну, как вам, голову не морочит дагестанская сборная по уровню борьбы? Да нет, там маленькая в зуту бывает, как игришки. Хинкал не просят шашлыков? Просят, но у нас всегда хинкал есть для ребят. А у вас есть хинкал? А? Есть хинкал, да? Ну, конечно, бывает, а как же. Мы все знали, что ребята приезжают, поэтому позаботились. А какие-то еще особые предпочтения есть у наших регистанций? Ну, как сказать, баранина, говядина, куры, все хинкал. Но то, что они просят, все всегда для них стараемся сделать. Вот, пожалуйста, у нас два варианта. Здесь есть первое. Это у нас суп-харчок и цветной капусты в суп-крем. Суп-крем? Да. Пройдем дальше, посмотрим, что у нас на горячих. На горячих? Давай посмотрим. У нас различные говниры. Картошка приставлена, какое-то овощное рагу, гречка, макаронный. Я так понимаю, это макаронный по-плоцки, курица, плов есть, рыба. Разнообразие. Вот, Шамиль что набрал? Редиски набрал? Редиски. Потом помидоры, огурцы. И гречки. Гречки. У нас здесь есть овощной уголок. Вы посмотрите, пожалуйста, у нас здесь помидоры, огурцы. Ледиска у нас, вот там селедка есть, различные соусы. Вот там дальше компоты, лимонады, чай. Ну, в общем, питанием вы довольны? Да, можно сказать. Личное время после обеда. Каждый проводит по-своему. Кто-то предпочитает прогулку и общение в интернете, а кто-то набирается сил, отсыпаясь. Сейчас спать надо чуть-чуть. Отдохнуть, набрать энергии? Да, энергию надо набрать вечером, качка. Хорошая. Перед вечерней тренировкой погода на улице серьезно поменялась. Сюрпризы погоды. Действительная сюрприза погоды. Снег идет в Кисловодске. А, да, это места занимать. Займелопов, по-моему, это семейные. Артем, пока прохладно в зале, но скоро будет жарко, да? Да, конечно. Тренажерный зал не самое любимое место борцов, но в то же время они понимают, что это один из важнейших пунктов тренировочного процесса, и поэтому с энтузиазмом принимаются за работу. Тренера тоже должны быть в форме, обязательно выдерживать нагрузки, чувствовать нагрузки. То есть тренера будут делать все, что делают сейчас борцы? Ну, те же упражнения. Не все, а даже больше. 24 снаряда. Два круга, 48 минут. Соболись! Поехали! Идем, пошли! На каждое упражнение 45 секунд, да? Да. 45 секунд работает, 15 секунд переход. Угу. Продолжение следует. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Это и понятно. Сегодня ребят ожидают две тяжелые тренировки в борцовском зале. Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну, учитывая то, что мастер тегдаунов Устам Хабилов и получasse, и Крис ну, тоже мастер наверное, скорее всего болельщики увидят больше партер, чем стойку Я не могу сказать, что они увидят больше борьбы и партера может быть такое, что controlled сериная рубка будет Рассказать секрет ты не хочешь Да Я готов на все На утренней тренировке в зале было непривычно много борцов. К спортсменам из Дагестана и Кабардино-Балкарии присоединилась команда ЦСКА. Дагестана и Кабардино. А так, он у нас является второй сбор. Здесь закладывается фундамент и общей физической подготовки, и по тактической подготовке, и по технической подготовке. Поэтому сейчас ребята полную силу работают. Две недели мы уже отработали. Перед у нас еще одна неделя. Пока, слава богу, серьезных травм у нас нет. Ну, идет подготовка по плану, как говорится. А как оцените атмосферу в коллективе? Вот последние несколько лет у нас вообще атмосфера очень хорошая в команде. Нету таких людей, которых мы не хотели бы видеть, например, в сборной. Поэтому у нас очень дружеская, очень хорошая атмосфера между тренерами, между спортсменами. Коллектив очень хороший. Очень комфортно работать. По крайней мере, нам, тренерам, очень комфортно работать с этими ребятами. В конце тренировки борцы провели по одной контрольной схватке. Программа вечернего занятия. Занятия на ковре несколько отличалось от дневной тренировки. В основном у нас круговая тренировка, схватки будут по круговой системе на выносливость. Каждый с каждым 20 минут борется. Каждый борец должен быть по 3-4 схватки провести, да? Нет, в принципе, по 6 человек они выходят в высовой категории. И каждый с каждым получается 5 схваток по 4 минуты. Пока борцы проводили разминку, мы побеседовали с главным тренером сборной Дагестана Сажидом Сажидовым. Действительно, мы хорошо поработали. И само нахождение здесь, само место, то, что и высокое горе, так и среднее горе. И, конечно, и те условия, которые сегодня есть. Они, выходя из базы, все на месте есть. И поэтому сбор прошел хорошо. Ребята выдержали самое главное. Я думаю, им это пойдет на пользу. Ну, этот сбор немножко отличается. Обычно 2 недели сбор очень не очень проводится. А этот 3 недели проводит, да? Ну, в принципе, я так думаю, всегда надо такой сбор проводить 3-недельный. Потому что минимум 3-4 дня для человека надо адаптироваться в таком климате. Поэтому, чтобы организм сразу не перегружать, не нагружать, мы так и решили. 3-3 недели сделать сбор. И первые 2-3 дня мы просто делали прогулки. И там были тренировки игровые. А уже вот 2-3 недели полностью нагрузка такая, полная работа. Это 14 дней. Это самый раз, я думаю. Ну, изначально на сборе была не вся сборная Дагестана, да? А там еще и СКФО проводился. Они присоединились к ребятам, да? Физеры. Да, действительно, получилось там у нас поменяли сроки проведения СКФО. И так получилось. Некоторые ребята, человек 6-7 из сборной, они остались по желанию побороться на СКФО. И, естественно, после недельной они включились и прошли тот же процесс сборов вместе с ребятами. Ну, считаю, что они поборолись на соревнованиях, это тоже, можно сказать, порой иногда соревновательный опыт лучше, чем тренировочный процесс. Поэтому, я думаю, это тоже правильный ход этих ребят, кто сами по себе чувствовали, что у них мало стартов в этом году. В прошлом году было и в этом году сначала. Поэтому, они решили побороться с СКФО и приехали уже после чемпионата. Ну, в какой форме, в каком состоянии сейчас находятся лидеры, лидеры команды? Вы знаете, сегодня как-то кого-то выделить не могу, потому что общая работа, общая масса работы идет. Самое главное, когда смотришь, ребята, они выдерживают тот темп тренировок, тот режим, который сегодня есть. Главное, вот это если выдерживают, значит нормально все. Все идет по программе, в принципе. Есть ребята, у которых какие-то индивидуальные программы, поэтому, а так, все в одном режиме, в одном римте работают. Вообще, сколько человек выглашены на сбор? Ну, у нас, в общем, около где-то 40 человек. И есть дополнительные ребята, которые сами приехали. Есть подключенные молодые, которые мы подключили. У нас заключительный сбор, это уже будет в Махачкале, на базе нашей ЦОПе, можно сказать, центра олимпийской подготовки. И там уже будет более такой ковер, естественно, будет больше схваток, больше там работа над ошибками, наверное. Если мы говорим о том, что сегодня здесь кисловодские сборы проходят в плане подготовки ОФП, функциональной подготовки, физической подготовки. Ну, а там уже будет более, такие, как ближе к соревнованию, это уже схватки, схватки, каждый день будут схватки на ковре. Естественно, подводка к соревнованию, естественно, многим надо, и есть ребята, которым весь надо гонять. И, само собой, последняя неделя, как бы, надо оставить на самостоятельную работу, и чтобы человек, организм, человек восстановился, и он подготовился к чемпионату. Самочувствие после вчерашней качки. Хорошо. И после утренних слоток. Не сочкуемся, наверное. Яков, бой с тенью, да? Да, борьба себе. Пятый, второй. Пятый, второй. Пятый, второй. Пятый, второй. Пятый, второй. Поролся бы. Чего, конечно. Хэтсфакер. Еее. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Махмад, ну ты доволен своей борьбой? Нет, еще нет. Усенок говорит, похабе-похабе. Что за напиток? Чай. Волшебный чай. Волшебный чай. Волшебный чай подходит к концу. На днях ребята вернутся домой, чтобы совсем скоро, в начале мая, снова собраться вместе в Махачкалинском ЦОПе на решающий этап подготовки к чемпионату России. Пожелаем ребятам удачи и обойтись без травм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин